Всем привет, я Александр Рогов. Добро пожаловать на Рогов Лайф. Что мы с вами будем сегодня делать? Да развлекаться мы с вами сегодня будем. Прямо сейчас начинается обзор луков звезд. Выходы на звездную ковровую дорожку в рамках премии РУ ТВ. Эту премию я вел, на этой премии я был, видел все своими глазами, поэтому мне сегодня будет непросто. И несмотря на то, что здесь стоит стул имени Гоши Карцева, сидеть на нем сегодня будет не Гоша Карцев, сидеть на нем сегодня будет Маша Миногарова. Что получится, я пока не знаю, но мне кажется будет жарко. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Если вам интересно, во что я сегодня одет, конечно же расскажу. На мне объемная рубашка Раф Симонс, купленная в КМ-20, а КМ-20 мы сегодня благодаря Маше еще заикнемся. На мне белая майка-алкоголичка Рогов Шоп, на мне штаны, брюки, треники Balenciaga X Adidas и вот такие классные мои любимые легкие кроссовки, тоже от любименькой Balenciaga. Все, пора. Смотрите, кто сегодня у меня в гостях. Ребята, привет, если вы нас сейчас видите, значит это не позавчерашние новости. Это Рогов Лайв. Итак, Маша Миногарова и Александр Рогов будут обсуждать РУ-ТВ. Маш, готова? Ага. Ну давай. Чешется. Так, ты будешь кружочкой писать? Да, конечно. Ну что, друзья, всем привет. Если вы думали, что я хожу только на свои собственные передачи со своими собственными соведущими, то вы не правы, смотрите-ка. Какое чудо, какая сказка, какая песня, какая передача, угадайте. Маш, привет. Привет. Итак, Маш Миногарова уже здесь, в студии Рогов Лайв. Сидит Маш Миногаров на стуле Карцева, потому что я спинку с надписью Миногарова заказал, но спинка еще не приехал. Маш, как тебе на стуле Карцева сидеть? Очень интересно, я бы хотела. Знаете, позвали в дорогую передачу, в богатое шоу, да, у них тут вот и лампочки есть, и коврик постелили, а стульчиков нет, да, на каждом. Ну ладно, ничего страшного, мы с Гошей примерно одного роста, примерно одного веса. Сейчас мы как-то с этим разберемся. Удобно? Очень. Маша, скажи, в чем ты сегодня? На мне сегодня, ой, это я специально нарядилась в этот наряд, чтобы побыть адвокатом наряда. Это тотал лук АВАВАВ. Это мои любимые сапоги нынешних дней, потому что, конечно, это просто сумасшествие. Я уже потеряла одну набойку, что означает что? Что сапожки носятся. Поздравляю Машу Миногарову с потрясающим образом от АВАВАВ. Где взяла? Ну, угадай. Ну давай, говори. КМ-20, наш любимый концепт-стор. КМ-20, приветики вам от Rogue of Life. Маш, что сегодня будет происходить? Будем обсуждать с тобой звезд со звездной ковровой дорожки РУ-ТВ. Я там был, мед пиво пил. И мне сегодня, честно, будет непросто, потому что часть звезд, которых мы с тобой будем обсуждать, я лично видел и интервьюировал. И часть нарядов я видел в реальной жизни. Я тебе скажу вот одно. Некоторые наряды реально в жизни выглядят интереснее, чем на фото. Это известная ловушка. Ну давай уже, Маша, разговоры в сторону. Сейчас мы начнем это. Выходим на дорожку. На дорожку. Как твоя рубашка розовая. Да, да. И давай начнем с нее. С тезки. Знаешь, честно говоря, я мечтала попасть на этот стул Боши Карцева только ради того, чтобы обсудить это. Порочно. Пуховик полусапожки. Маш, ну вот как? Давай назовем это эклектика. Назовем это эклектика. Во-первых, Мария Погребняк, которую я однажды встретила на каком-то светском мероприятии, она, кстати говоря, меня урыла резко, хочется заметить. Ну потому что, ну я хихикала, да? Допустим. То же самое, что встретить Викторию Боню плюс-минус. Вот. Я смеялась, я смеялась. Ну все. И она как-то так хорошо и благостно прореагировала, что я на самом деле испытала прилив уважения к этому человеку, ну потому что как бы глядя на человека в балаклаве с косой. Короче, Маша Погребняк, дорогая, любимая, родная, вы как жена футболиста имеете наверняка свою нишу, так сказать, в этой модной индустрии. Потому что все жены футболистов выглядят плюс-минус одинаково. Кстати, да. У нас должна быть сумочка дорогая, у нас должны быть лосинки, у нас должны быть уги на зимний период, у нас должна быть шиншиловая, норковая жилетка, мы должны идти в европейский по делам, у нас много дел. Маша, я не могу на то, просто. Что? Все правда. Да? Все правда. Вот. Она просто на этой жилетке ездит в свой ТикТок дом. Ладно. Короче, Маша Погребняк, я хочу сказать, что, конечно, это лук, это лук-провал. Это говорю я в сапогах с четырьмя пальцами, с прозрачной грудью и голой жопой, но, блин, платье, мы не знаем, что это за платье. Кстати, мы реально не знаем, кто во что одет, потому что невозможно найти первоисточники. Мы не знаем, кто что надел. Что это за платье, что это за балаклава, нам неизвестно. Да. Единственное, что я хочу сказать, в этом году я частично принял участие в придумывании дресс-код, и он звучал как русский арт. Ну, вот, получил. Вот. Ну, кстати говоря, тогда я только что поняла, откуда взялась коса из-под балаклавы. Это какая-то, видимо, то ли Аленушка. Да, возможно. Странный какой-то этот кожаный БДСМ вариант. Эти перчаточки укороченные. Что там за сумка-баул, знаешь, как будто она после дорожки еще на пеньках. Сумка вообще не ясна. Ну, а остальное? Давай так обсудим этот образ. В целом, теоретически, но босоножки модные, на платформе с ремешками, платье кожаные, но вроде бы тоже база, и, наверное, как-то его можно было бы обыграть. Балаклава смешная, но вот Погребняк реально стала мемом. Даже Шу в своем телеграм-канале выложила единственное фото с дорожки РУТВ. Это было фото Марии Погребняк в этой балаклаве. Но это ржачно. Вопрос в другом. Она же явно не хотела поржать. Не хотела. Вот. Мария Погребняк, я считаю, что это лук. Если это лук-шутка, ха-ха. Если это лук-красивая женщина, еще и в русских сказках как-то замешанная, то это, конечно, БДСМ-сказка. Вот. Так, там у нее, смотри, это точно БДСМ-сказка. Это же у нее маккуиновская сумка. Да, с кастетом. Да. То есть она решила, что она-то точно. Это БДСМ-аленушка. В общем, здесь что-то пошло не так. Выставляем оценку или нет? Давай выставлять. Давай. Итак. У нас десятичная, стоичная или пятичная? Давай пятичная. Пятичная. Но это два. Бам. Двигаемся дальше. Прервемся ненадолго. Скоро вы продолжите смотреть обзор луков с Машей Миногаровой. А сейчас у меня для вас сенсационная новость. Для всех, кто шопится на сайтах и маркетплейсах, пользуется такси, заказывает доставки, оплачивает подписки. В общем, для всех, чья жизнь частично перекочевала в онлайн, МТС-банк выпустил карту с моментальной скидкой на любые онлайн-покупки в 3%. Дополнительная скидка сразу в момент покупки на все. Вы понимаете, да? Даже если вы закупаетесь на сезонной распродаже, даже если заказываете товары по полной стоимости, даже если вы уже применили промокод на сайте, и даже если вся ваша корзина состоит из товаров по акции. Скидка 3% на любые онлайн-покупки и 1% на любые оффлайн-покупки по карте МТС-банка. Можно забыть про непонятные бонусы, выбор категорий и просто получать скидку на все. Такие современные технологии мне нравятся. Мастхэв для всех шопоголиков, а именно карту скидка везде, можно оформить по ссылке в описании к этому выпуску. А мы продолжаем обзор звезд с Машей Минагаровой. Спешу. Ой, и стул заберу, я же на нем там сижу. Ух ты! Какая реакция! Я вчера просто из деревни переехала в первый раз. Ух ты! Ну давай, что ты думаешь? Это Амирчик. Такой вот парень молодой, он поет, снимает естественно всевозможные видео. И ему помогал наш с тобой друг. Да? Артем Кривда. Интересно. Слушай, ну Амирчика на самом деле, сейчас разберемся. Дошли по одежде. Маша, подожди. Маша, понимаешь? Ты должна сейчас вот так здесь ходить. Подожди, давай. Давай. И так, спинка приехала. Друзья, у нас замена артистов. Продолжаем. И так, давай. Снимаем карту. Ага, не так просто. Так просто не уйдет. Это не так просто. И надеваем. Именной стул Марии Минагаровой прочно поселяется. Не прочно. Не прочно поселяется, но поселяется. Главная попытка была, Сашуль. Давай. Ты мне веришь? И так. О-о-о-о. Хорошо. Натянули. Как хорошо летит Карцев. Вопрос куда? Ну, вверх. Да. Только вверх. И так. Прям как стало комфортно, так уютно, так козьи. Да. Да. И так Амирчик. Ну, первое. Почему blackface? Вопрос. Blackface ли? Второй вопрос. Если бы это была рефлекторная штука, было бы прикольнее. Потому что это как бы отсылает нас, наверное, к каким-то референсом с показов или к чему-то еще. Надо понять, что было референсом. А я знаю. Расскажи. Вдохновлен был черным квадратом Малевича. Современный футуризм, так сказать. И я и есть как бы сам этот черный квадрат. Создал образ Артем Кривда. Вау. Можете даже бирку увидеть здесь. Вау. Красиво. Вот. Ну и вместе со стилистами мы, естественно, уже меня загримировали. Главный вопрос. Сколько длился грим? Минут 30. А главный вопрос. Грим есть до рубашки и до рукавов или ты полностью черный? А это секрет. Это русский арт. Но вообще-то, тогда да. Ну, глубоко копнули. Так, ну, лук цитируемый. Мальчик выглядит неплохо. Интересно увидеть его, так сказать, в умытом состоянии. Симпатичный, кстати, хорошенький. И, кстати, красила его Лена Крыгина. Это конкриты черные на Амирчике. Да ты что? Кривда, видишь, всех вот прям подсоединил. Тут и он, костюм от его бренда, и Крыгина косметикс, и Амирчик вондефул бой. Убери сзади розовую вот эту вот РУ-ТВ ситуацию. Отправь Амирчика на любой какой-нибудь стрит-стайл, где-нибудь представляем его в Париже. Ну, например. Идет Амирчик. Что мы думаем? Если бы не подумали, что блэкфейс, подумали бы круто, кстати. Да, да. Это, конечно, не Дожекэт. Нет. Это, конечно, не Лилнас Икс. Но он единственный, кто сделал мем-выход. И этот мем вполне себе после объяснения, что это черный квадрат Малевича, когда мы все-таки погружаемся в обстоятельства дресс-кода, симпатичный. У него хорошие ботинки, у него нормальный костюмчик. Вот сюда бы еще Прада, этот треугольничек. Я бы вполне себе могла понять, что это... Вполне могла бы поверить, что это Прада. Очки норм. Итак, колл, двойка, тройка, четверка или пятерка? Я поставлю четыре за то, что это все симпатично. И один балл я снимаю не у него, а у себя, потому что я не понимаю, что об этом думать. И четверку, и пятерку можно было бы поставить, потому что мне нравится, что у нас начали думать о том, что можно стать мемом. И это мемно. И вот если бы у нас индустрия мемов работала, то это разлетелось бы по сети. А у нас индустрия мемов, Маш, не работает. Во что звезда одета, нигде не пишут. Никаких у нас таблоидов нет. Никто это не обсуждает. То есть вот этот пласт у нас вообще не окучен. Да, сказала я да, сидя в этих сапогах. Вообще все как обычно ходят и ничего. Нет, ну ты тоже мемную штуку делаешь. Ты же залетела в телеграм-каналы в своих этих тапках, танцующие на лужайке. Обычная суббота. Ну вот. Обычная суббота Маш Минагаровой как бы на лужайке поплясать в четырехпалых ботинках. Давай дальше. Это Таня Геворкян, наш с тобой коллега, ведущая телевизионная икона. И я помню свое детство вот это МТВ, Таня Геворкян в эфире. И Таня, конечно, в этом смысле для меня пример для подражания. И выглядит она классно. Программа «Стилиссимо». Понимаешь? Или не «Стилиссимо», «Стилистика». Она вела? Она же, почему она нам так с тобой близка? Потому что она еще, наша коллега, она о моде рассказывала. Я-то позапамятовал это. Понимаешь? А я прям помню. Гадание по луку. Ну, Пакарабан – это юбка. Либо это косплей на Пакарабан. Да? Мне очень приятно сказать, что это молодой российский дизайнер Джексон Девиль. Прекрасно. Я даже знаю этот бренд. Очень красивое платье. Вопрос, удобное ли? Удивительно, но да. В нем действительно удобно. Единственное, что я еще не пробовала в нем садиться. Ой, мне кажется, лучше Таней не пробовать. Мне не нравится это платье вообще. Мне нравится... Мне не нравится вверх, короче говоря. Вот эта часть бюстье, да? Да. Условная юбка – это прикольно, потому что это сейчас в тренде. Это сейчас вышло на какие-то такие, знаешь... Хочешь красиво сделать вечерний выход, надень на себя вот эти вот монетные, либо звездочковые, либо какие-то... Что там есть варианты? Монетка, звездочка, кружочки. Кружочки, кольчуга. Да. Вот. Типа стопроцентно будешь топ. Но тут она получилась, как будто она только что со столярного этого станка выехала. Очень у нее... Маша, как в твоей голове все это рождается? Как это рождается? Я просто обожаю твой юмор. Я мечтаю научиться шутить так же, но у меня не выйдет, поэтому здесь ты. Да блин, у тебя все тоже прекрасно получается. Ты как сам думаешь? Расскажи мне. Я тоже видел в жизни этот образ. Прикольно, что когда она ходила в этом платье, оно звенело и создавало вокруг себя шум. Это забавно было. И в жизни это выглядело лучше. Меня сейчас смущает то, что я вижу отпечатки пальцев на вот этой зеркальной поверхности на топе. И это сразу прям вот минус-бау. А давайте-ка еще вспомним на одну секунду, как фотографируют наших звезд фотографы на этих дорожках. Вот так. Таня Геворкян, я уверена, выглядела в секстиле арт лучше. Потому что когда ты приходишь даже в самой красивой одежде, в идеально сидящей, в замечательной, чистой, новенькой, глаженной, сфотографировать могут так, мое самое главное обидное разочарование, мы можем даже показать это. Это было много лет назад. Это был Кинотавр, год, по-моему, 2018. И меня впервые пригласили на эту дорожку. Я была в очень простеньком платье, но оно мне очень сильно шло. И я такая была какая-то такая вот отдохнувшая, такая симпатичная. Я на видео конфета выкладываю фотографию, мне 65 лет, у меня вот такая ряха, у меня такая рожа, у меня нет шеи, у меня это платье ублюдское просто, уродское. И понимаешь, люди пишут, какая я страшная, стрёмная все по списку. На сплетник.ру. И там тоже. И поэтому, как бы сейчас, когда мы говорим о Тане Геворкян, что это платье вот как-то не сработало, не сыграло, вполне возможно, что оно на этой фотографии не сработало и не сыграло. А так, по большому счету, Таня человек, который разбирается в модных тенденциях и прекрасно выглядит. Я ставлю тройку фотографу. Я думаю, что мы здесь дополнительные фото Тани тоже разместим. И вы можете в комментариях писать, что вы думаете об этом образе. Нравится он вам, не нравится? Согласны вы с нами, не согласны? И вообще, давайте в комментариях шутить, переписываться. Подписывайтесь на меня в Телеграме, подписывайтесь на Машу в Телеграме. Мы активно ведем соцсети. Ну и, конечно же, смотрите позавчерашние новости. Рогов Лайф, I love you. Поехали дальше. Маэстро. Дорогие подписчики, зрители канала Рогов Лайф, я к вам с важным напоминанием. Летом нужно особенно следить за своей кожей. Обязательно наносите санскрин и не забывайте об увлажнении. Это важная ежедневная бьюти-рутина. А если вы планируете провести свой отпуск в путешествии, вам точно не обойтись без дополнительных бьюти-помощников, патчей, массажеров от отеков, увлажняющих масок и кремов, чтобы избежать сухости кожи во время полета. Для того, чтобы ваше лицо оставалось как можно дольше молодым и прекрасным, о нем обязательно нужно заботиться. В Летуаль есть совершенно все для лица. Не только умывалки, тоники и кремы, но и массажеры, БАДы, БИБИ и СИСИ-кремы, защита от солнца и многое-многое другое. Со скидками до 50%. Также хочу отметить интерфейс приложения Летуаль. Благодаря фильтрам и удобной сортировке вы сможете найти нужный товар буквально за несколько секунд. И, кстати, по промокоду ROGA в 1000 вы получите дополнительную скидку в 1000 рублей при заказе от 3000. Скачивайте мобильное приложение Летуаль, если у вас его еще до сих пор почему-то нет, и заказывайте все для ухода за лицом. Ссылка, как всегда, в описании. Так, у меня путешествия по плану есть, так что я тоже в Летуаль все необходимое себе закажу. Ну, кстати, реально очень удобно, просто если вы сомневаетесь. Чик-чик, клик-клик, в корзину. Готово? Едем в следующий лук. Идусси. Но Идусси была ведущая. И это, я думаю, это, мне кажется, Юдашкин как раз таки переделанный. Ну, Олег Горчанин, мой приятель, один из замечательных, очень пластичных людей из дома Банчинчи. Да. Это вот все. Человек косый, человек усики, человек открытый торс. Человек Юла, человек, который не стоит вообще на месте ни одной секунды. Почему мы о нем так говорим? Потому что он стилист Идыгалич, потому что он занимается ее проработкой луков. И, конечно же, мы можем понять, даже глядя на него самого, что он это секси, он это подчеркнутые все изгибы, подчеркнутые все. Я думаю, что Иди это на руку. Однозначно, Иди это на руку. Ида в прекрасной форме, и видно, как она и собой гордится, и хочет показывать тело. Для дорожки мы выбрали образ от Валентины Юдашкина. Это очень красиво. Да, от Маэстро. И это коллекция 2000-х годов. Знаешь, когда он обращал свой вздор к эпохе арт-деко, и вот сделал такие красивейшие вещи. Мне кажется, что мне идет. Я знаю, что скажу. Я видел Иду в жизни. Да. Мы с ней, во-первых, вели церемонию вместе, и это платье было только для красной дорожки, она потом переодевалась еще два раза. И здесь мы тоже разместим все образы Иды, и первый образ, образ второй, и он тоже был от Юдашкина, и третий образ от моего бренда, в котором Ида уже была на сцене. В жизни было безупречно. Вот просто безупречно. Так тонко, так все это летело. Да, здесь надо было взять более низкий ракурс, чтобы вытянуть ноги. Я снял с языка, но это может быть дело не в этом. Юдашкин шил всегда на метр восемьдесят пять. Это то, что я не договорил. Видно, что платье сшито на более высокую девушку. У нее даже, видишь, у нее вот эта юбка, она не по размеру. Но это не говорит о том, что мы сейчас говорим, что этот образ плох или что-то еще. Это, во-первых, фотограф, как всегда. И, во-вторых, это не ее ростовка. У нее корсет ниже кончается. Да. Там у нее уже ножки. Короче, а вот это вот ошибка стилиста или нет? Тут два нюанса. Первое, это не то, чтобы ошибка стилиста. Возможно, когда платье предоставляли, сказали, что с ним ничего нельзя делать. Потому что эта коллекция не новая. Это платье из архива. И там нельзя было переставить лямки наверняка. Естественно, никак не перешьешь вот эту часть платья, потому что она уже цельнокроенная и расшита бисером. Что сделал бы я? Я, возможно, добавил бы сюда платформы. То есть здесь Ида на каблуках. И в жизни, кстати, вот эта диспропорция была незаметна. То есть я видел ее в реале. Это было классно. Это было платье с длинным шлейфом. Но вот я бы сюда прям платформы, знаешь, прям подносочную часть на платформе. И каблук вот такой. И было бы вообще идеально. Ну, образ красивый. Ида выглядит прекрасно. Платье потрясающее. У Валентина Юдашкина, конечно, с кутюром все вообще совершенно-совершенно потрясающе. Короче, Ида выглядит класси. Да. Единственное, что виноват фотограф и отсутствие каблучка. Шорт. Класси, но шорт. Короче говоря, пять с минусом. О! Пять с минусом. Потому что платформа – это минус платформа. Но такое платье, конечно, круто. Круто. Ну что, поехали дальше? Давай, едем дальше на Кате Гусевой, диджея. У-ля-ля, ком-си-ком-са. Ну, м-м-м. Хочешь, дам тебе отдышаться? Просто пару слов скажу. Кате Гусевой постоянно достается. В прошлый раз мы обсуждали ее образ тоже, кстати, с ковровой дорожки РУ-ТВ, с Овечкиным. Просто обстебали ее, обсмеяли. И в этот раз нам с тобой надо сделать то же самое. Ты понимаешь? Не веселое получается пока обсуждение, потому что грустно. Да. Я видел Катю на дорожке, и она, конечно, подошла ко мне, сказал, вот ты меня все время обсираешь. Я говорю, Кать, ну как бы, когда есть что хорошее сказать, я скажу. Да. Прошлый лук Кати Гусевой далек от совершенства. Это была какая-то история с намеком на мюглеризм, но там был не мюглеризм, а трэш полный. Здесь опять намек, как мне кажется, на мюглеризм. Знаешь почему? Как будто бы это попытка сделать что-то типа мокрого платья мюглер с Мэтт Галла. Ты шутишь, вот эти вот розовые капли? Да, там вот капли, как будто бы это сочная клубничка, знаешь, вот надкусана, губки измазались, и вот капельки сока клубничного на платье капают. И Катя сказала, Саш, ну обсираешь, обсирай, лишь бы чего сказали. То есть некоторые как будто бы специально так одеваются, чокер надевают, Маш, вот это вот платье, чтобы обсудили. Катя Гусева снова на Рогов Лайф. Ну, во-первых, вот эта вот позиция обсираешь, обсирай, она достойна уважения. Потому что не пришла, не сказала, обсираешь. Круто. Нет, вот такие заходы вызывают у меня позитивные ощущения. Я думаю, кстати, мне это почему-то больше напомнило что-то из Лоэвы. Такое мемное, такое, знаешь, такое странное. А, почему? Потому что там цветок. Белое платье и красный цветок. Ну, знаешь, как будто бы это вот прям совсем простецкое платье, которое сами расшили вот этим стеклярусом, бисером, и платье явно тоньше, и оно не выдерживает таких тяжелых камушков. И вот тут еще бюстье вылезло, и вот эта вот улыбка. Ну, блин, я не хочу на внешность переходить, но это просто вообще не работает. Ты говоришь мне, почему я хожу без лифчика в прозрачной одежде? Да вот почему. Да вот почему. Представь, я сейчас сижу, у меня тут и там. Торчит и там. Как бы мне кажется, что, ну, конечно, когда грудь такая большая, ну, у меня действительно, по сравнению с Катей, не так все шикарно и не так все пышно, и так с такой голой груди походить довольно трудно. Но тогда зачем нужно находить такое прозрачное платье? Ну, не знаю. Ну, хочется. Ну, вот. Ну, хочется. Ну, вот хочется. И буду. Ну, знаешь, позиция прекрасная. Хочется и буду. Трогать нельзя, я трогаю. Ругать не хочу, похвалить не могу. Угу. Оценка? Ну, это два с половиной, два с половиной. Я два. Два с половиной. Два с половиной за то, что прикольная она может быть вот как человек. Да, я подсуживаю, да, да, мне занесли перед эфиром, я получила смс-ки от Сбербанка. Ладно, двойку, Маш, ну, здесь как бы, ну. Ну, двойка и двойка. Еще знаешь, что здесь не работает? Катя такая загорелая, а платье такое светлое. Это тот же самый эффект, как на Ким платье Мерлин Монро. Она была такая загорелая, а платье такое светлое, явно сделанное под Мерлин, под ее светлую такую фарфоровую кожу. Оно не сработало тогда, на Мэтгалла, именно поэтому. Здесь, конечно, не Мэтгалла, но оно не работает тоже по этой же причине. Так это же, я все поняла, точно. Она должна была быть, типа, без платья, просто в эти, в капельки. Ишь ты, подишь ты. Понимаешь? Это, типа, голое платье, которое не голое. А я думаю, что за странный мув. Ну, тут, ну, виноват фотограф. Всегда виноват этот фотограф. Ой, поехали дальше. Ты знаешь, кто это? Да. Ну, давай. Лина Дембикова была стилистом на шоу «Подиум», на проекте «Подиум». Я знаю точно, что это какой-то российский бренд. Не знаю название, реально было очень сложно готовиться к выпуску, потому что вообще нигде нет этой информации. Если мы информацию найдем, то во время монтажа уже разместим, что это за дизайн. Мне кажется, что этот дизайнер вдохновлялся коллекцией Y-Project для Готье. Вот это платье «Туча-куча», в котором появилась Лизу. Да. Снялся, да. Понимаешь? Когда ты Лизу в этой туче, это одно, а когда ты Лина Дембикова в этой туче, это другое. Тут несколько у меня вопросов. Первое. Лина, как ты, как я, не артистка. И выходить на ковровую дорожку музыкальной премии, артисты, мне кажется, должны вот в условной туче, в куче, в балаклаве, в чем угодно. Мы обслуживающий персонал. Я это говорю с гордостью. Я тоже на дорожке был обслуживающим персоналом, я брал интервью. И мне кажется, что Лина, как приглашенная девушка-стилист, могла бы прийти в чем-то более спокойном. А тут вопрос еще к стайлингу. Мне не нравятся эти кружевные колготки, они сливаются с платьем. Хотелось голую ногу, чтобы тогда мы видели, что внутри этой тучи все-таки тонкое девичье тело. И я убрал бы волосы. Залисали, вот какой-то мокрый эффект. Тут вообще борьба текстур. Да. Тут борьба, значит, замшевой туфельки с гипюровой колготочкой. Потом это газовая, я даже не понимаю. Это виноват фотограф, опять же, потому что что? Потому что вспышка превратила эту кучу. Видимо, она была вся такая летая, монолитная для нее. Да, возможно. И колготка была, наоборот, типа таким пикантным пациентом. Вспышка убила все, что могла. Ну, во-первых, почему, с**ка, не взять хорошее, дорогое платье известного бренда, у которого красивые выточки там, где надо, у которого, блин, швы хорошие. Но это выглядит, ну вот, ну я не знаю. Человек Лина Демигова приятный. Как стилист у нас разные взгляды на стайлинг, на стилизацию. То есть я никогда, в принципе, не понимала, там, цветные волосы, это ее, как бы, история. Да, и фиолетовые были, вот сейчас рыжие. И вот это ее такая вот колея. Она, как стилист, видимо, она занимает свою нишу, видимо, в ней она может хорошо себя чувствовать. Я даже, ну правда, я могу себе представить, что какого эффекта она хотела добиться. Она вся такая будуарная, шикарная, вокруг нее вот это все, тут ножка. Ну, получилось, она как будто баннер на себя, знаешь, наделали. Короче, ты права в чем? Борьба текстур-фактур слишком много детализаций, хотя одной этой тучи, возможно, было бы достаточно. Она там вся такая голенькая. Да не было бы достаточно. Ты бы наделал такое платье? Я не люблю носить вещи из магазина Кики Рики. Извините меня, пожалуйста. Не потому, что мне нужно, чтобы на груди была растяжка балансиаго, а на жопе Джуси Кутюр. Просто потому, что это другая ткань. Маша, ну просто тебе КМ-20 дают вещи, а некоторым нет. Что, что дают? За деньги, да. Я не продаюсь, но за деньги, да. Окей, едем дальше? Давай, да. Мы оценочку Машенька не поставили. Ой, знаешь, вот это я придумала ставить оценки. Теперь сама в ловушке. Линочка, ну знаешь, ставлю тройку авансом, но с родителями ко мне. Итак, Джонни, король сердец женских. Ты, Джонни, знаешь, знакома с его репертуаром? Потому что все слышали Джонни и сразу прям там... Да? Вот прям лужи розовые текли. Соплей? Розовые лужи. А-та-та-та-та-та-та-та. А-та-та-та-та-та. Слова любые. А-та-та-та-та. Я не знаю. Ну такое, да, секси-ар-н-би, я поняла. Даже не R&B, мне кажется, он знаешь, кто сейчас, он романтический герой. Да? Угу. Ну, как новый романтик он не выглядит. Угу. А-а-а, есть небольшой нюанс. Это инсайт. Да. Мне сказали, что его одевает мама. То есть его стилист мама. Ну, молодец. Вот, то есть Джонни одела мама вот так. Зато и попка закрыта, и ушки не надула. Понимаешь? Хорошо. Все красиво, пиджачочек сидит с достаточно узкими плечами, но они точно по размеру. Рубашечка хорошая, галстук не слишком широкий. То есть здесь все прям, знаешь, так, для меня это просто слишком пресно. В этом луке можно пойти в городскую администрацию в том числе. Ну, без пряжечки, если вот это, да? Без пряжечки. Можно пойти по делам, можно пойти там на какую-то деловую встречу. Ну, то есть нет, пиджак нарядный, да, из-за вот этого запаха с пряжкой, он уже считается. Плюс у него на галстуке, видишь, какая-то там... Это диор, скорее всего. Это вышитая муха. Ага. Точно. Вот, то есть у него хороший костюм, который просто, мне кажется, или из-за цвета этой радиоактивной розовой дорожки, кажется слишком официальным. Но он выглядит неплохо, правда. Мама молодец. И что мы знаем? Это точно не вещи из магазина Кики-Рики. Джонни в этом выглядит, как человек, который пришел на экзамены у меня в Кубанском государственном университете. То есть если мы условного видим Шаламе в таком костюме, у Шаламе сам типаж, то есть он такой весь, вот эти вот острые мелкие черты лица, вот эти вот растрюмные волосы. Неряшливость и небрежность сделали бы этот костюм более модным. Да. А этот человек, он как бы, он прилизанный, хороший. Это такой хороший человек, у него явно есть там X6, там BMW, может быть, у него даже и лучше машина. И все у него круто, и бизнесы имеются. То есть он не производит впечатления даже в таком, казалось бы, ну, модном, современном и актуальном костюме, не производит впечатления человека модного. Да, да, вот, ты все разложила. А давай вспомним все-таки о дресс-коде, русский арт. Вот мы можем хоть как-то подтянуть Джонни под тему? Ну, начиная с имени, нет. Давай так, дресс-коду соответствует? Нет. А дед хорошо? Да. Ставим ему что? Четыре. Четыре, хорошо, поехали дальше. Маш, ну вот я не знаю, ну вот что с ним делать? Блин, ну это просто, может, он пошутил? Я не знаю. Блин, Мить, ну ты че, ты где эту взял, робу? Просто, Маш, что делать с Митью? Он прикольный парень, в хорошей форме. Да. Он даже, я вспоминаю его периоды группы Хай-Фай, и я вообще залипал на его стиль. Вот эти какие-то простые лаконичные вещи, на нем это смотрелось классно. Да. Какие-то огромные спортивные штаны, узкая майка или футболка, и все. Вот ему бы костюм Джонни. Кстати. Цены бы не было. Оденься ты просто. Оденься ты в Джонни. Ты возьми у Джонни контакт матери, позвони матери Джонни. Скажите, Людмила Джоннивна, где вы взяли? Пожалуйста. Ну это, Митька, Митька, я так тебя люблю, Митечка, любимый мой, хороший, золотой. Но где ж ты взял этот обвес? Ну это... Ну это... Я не матерюсь обычно в выпусках, но вот это как бы... И я тоже встретил Фомина на бэкстейже, и он идет в этом ко мне, я говорю, Мить, ты понимаешь, чем это закончится? Что ты будешь у меня в обзоре? И он говорит, да. Я понимаю. Ну и что? То есть он, как Катя Гусева, ему нравится. Давай так. Камни красивые. Очень. Митя красивый. Очень. Металлик актуален. Да. Пять. Супер. Это пятерка. Это пять. Вот смотри, Тайка Вайтити сейчас у нас. Вот, давай. На Мэтт Галла. В длинном металлике. В этом вот своем совершенно сумасшедшем. Красиво же. Офигеть как. И вот ты понимаешь, вот что такое красивая ткань, дорогая. И как бы идея та же. И там у него и бусики были. Да, да. Ну вот, те же яйца, только в профиль. Да, кстати, Митя, обрати внимание на Тайку Вайтити, как одевается он. Во-первых, мы не ходим в кикирики. Мы не ходим в кикирики. Когда ехали дальше. Давай. Моя ж ты, дорогая. Чуть не сказала. Страпонесса. Ну, порочно. 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 На премии Муз-ТВ, Фуру-ТВ. Прямо на дорожке стало порочно. Ну, смотри. Я Алену Водонаеву точно так же. Я сейчас, прежде чем, знаешь, ложку дегтя, значит, все минуты, как я люблю. Она веселая. Она красивая. Она знает в себе, собственно, свою сексуальность. И она знает, что у нее именно сексуальность такая вот порочная. Да, это, собственно, Мартиша Адамс. Референс. Но почему она Мартиша Адамс? Хэллоуин? Мне кажется, она вообще как будто в последнее время Мартиша Адамс всегда. Она то вуале черной придет, она всегда в черном. И всегда все вот такое. Ну, с фигурой Алены мы безапелляционно спорить не можем. И не будем. Там майбах. Дальше. Ну, блин. Для меня Аленин образ, он всегда вот именно, вот это даже лучшее слово, она всегда такая вот, она на пороке, она всегда женщина-вамп, у нее ногти стилеты, у нее вот тут, у нее тут все такое острое, черты лица острые, скулы острые, потлы острые, она такая вся, оса. Да, вот, поэтому как бы я, ну, как бы, что спорить с личным стилем человека? Хамо, продолжаем. Давай. Давай. Ох. Ха-ха-ха-ха. Двигаемся дальше, Марш. Двигаемся дальше. Ну, что же. Париж. А, сумка у нас Баленсиага. Вот смотри. Ну, ты купила себе сумку Баленсиага. Ну, дай бог настоящую. Мы не можем поэтому фото определить, фейк или нет. Ну, че с ней так стоять-то? Ну, как бы. Ну, потому что, expensive. Валентино, baby. Ну, как бы, ну, че. Это Бьянка. Мы обсуждаем Бьянку со спутником. Ой. Ну, она решила, что она, как Канье Вест, да, должна прийти в спорткостюме. В Баленсиаге. Ой, ой-ой-ой, шелковая принцесска. Ну, слушай, я считаю, что тут тоже нечего обсуждать. Люди, не готовясь, пришли на эту дорожку. Это не по теме, это не по делу, это не по поводу. Маш, ну, смотри. Ну, классно, конечно, что Бьянка осталась с собой и не парилась. Ну, это так неуважительно. Ну, можно же было хоть как-нибудь постараться. Ну, а какой же она осталась с собой? Ну, это спорткостюм. В такой вот одежде, честно говоря, мы с подругами в Краснодаре по вечерам ездили в Бокдональдс, когда он еще был. Ну, ты, типа, собираешься, садишься в точку. Ну, типа, удобненько. Удобненько, да, да. Плюс ты там РНБшку еще слушаешь по пути. Вот так почему-то. И вот. Это, конечно, да. Нечего обсуждать. Я ставлю этому даже не оценку. Я ставлю пропуск. Пропуск. Пропуск хода. Бьянка, пропуск, королева русского РНБ получила пропуск. Давай дальше, Ольга Серябкина. Красивая женщина. Ольгу Серябкину я люблю. Я Олю видел лично. Брал у нее интервью. Она рассказывала, во что она одета. На ней тоже трибют Валентину Юдашкину. Это полностью образ из коллекции тоже какого-то там года. Честно, не помню, но здесь будет вклейка из интервью. И вы от Оли лично услышите, во что она одета. На самом деле у меня сегодня потрясающий наряд. Это Валентин Юдашкин. Это очень круто. Это кутюр. 2016 год. Коллекция называется Испания. Он такой сложный, а я редко надеваю сложные вещи. Он такой сложный, но такой чарующий, пикантный и прозрачный. Конечно, я не могу оторвать взгляд от твоего декольте. И в жизни тоже, как и с Идой, мне было все окей. А сейчас я вижу, что юбка длинновата. Вот эта, которая поверх брюка. Ну, Сирябкина тоже маленького русского. Да. Я считаю, что этот наряд красивый. Я считаю, что у нее так сильно светятся коленки и видно кожу из-за чертовой вспышки. Да. Что в жизни это все было намного эффектнее, легче. Да. У меня шикарная грудь. Да. Вот это все тут, ну, прям секси-секси. Я же так облюзнулась нормально. Ой, ой. Красивая. Знаешь, что меня чуть-чуть сейчас, опять-таки, именно на фото смущает. В жизни это было видно не так сильно, что жакет такой текстурированный. Тут такое шитье на этой юбочке и на этих брюках, что жакет хотелось из более плоской ткани. Не мне, конечно, говорить о том, какой жакет должен был создать Валентин Юдашкин, это мэтр. Но вот мне, глядя на это фото, хотелось бы, чтобы это был просто смокинг из обычной черной костюмной ткани. И тогда вот эти расшитые брючки и расшитая юбочка смотрелись бы еще эффектнее. А так, серябки на ее грудь, это, конечно, супер. Да, да, это прямо 10 из 10. Да. Ну, что сказать. Вспышка погубила немало нарядов. Кто виноват? Фотограф. Там есть фото фотографа. Я, знаешь, я хочу взять этого человека и пойти его самого сфотографировать триллиарды, триллионов раз очень паршиво и везде повыкладывать. И чтобы все те добрые люди, которые пишут все гадости, это нам и такие же добрые комментаторы, как мы, это все дело. Ему наглядно показали, какие страдания он приносит некоторым людям. Да, некоторые люди правда страдают. Я специально вот сейчас на этом общем плане хочу разместить еще фото Оли Серябкиной. Там было несколько фотографов. Просто это основные фотографии с дорожки. Там были еще, на самом деле, симпатичные кадры. Я думаю, вы их сейчас сможете разглядеть вот здесь, прямо вот сейчас на экране. И порадоваться за Олю, что красивые фотографии у Оли с этой премией тоже есть. Но обсуждаем мы вот эту. Но обсуждаем и другие. Что Серябкиной ты ставишь? Я ставлю, да я тоже ставлю, давайте, пять минусов. Потому что давайте, как бы как ни крути, у нас есть большой повод. Это Валентин Юдашкин. Валентин Юдашкин был в том числе, ну я не могу сказать, что он был моим другом, но он был человеком, с которым я и сотрудничала, и носила его наряды, и благодарна ему за то, какой он был прекрасный, добрый, замечательный человек. И мне кажется, это красивый мув, выйти на мероприятие в его одежде. Да, и это была подсказочка от меня, потому что когда все звезды получили релиз про дресс-код, я специально написал, обратитесь, пожалуйста, в дом мода Валентина Юдашкина, обратитесь, пожалуйста, в дом мода Вячеслава Зайцева, наденьте вещи ушедших метров, это будет красиво. Да. Это будет красиво. Есть небольшие поправочки в образе Оли, я о своем мнении сказал, но давай пять с минусом, это хорошо. Ну круто, что? Давай, Ксения Бородина. Ой, ну что сказать, ну что сказать, ну что сказать. Расскажи, пожалуйста, во что ты одета, что это за платье, и кто вообще помогал тебе собираться, я знаю, что у тебя есть один звездный стилист. Да, у меня есть один звездный стилист, которого я очень люблю, и за это ему благодарна. Он большой профессионал, и это платье, собственно говоря, его шедевр, его произведение совершенно, да. Это сделал Оли Ко? Это сделал Оли Ко. Представляете? Это красиво. Очень красиво, он вдохновился Юдашкиным. Также красивый аксессуар здесь, как ты успел заметить, это шанный. Оли Ко сказал, что он вдохновлялся работами Валентина Юдашкина и сшил это платье. А что они не взяли платье Валентина Юдашкина? Ну, блин, я не знаю, а как это похоже на Валентина Юдашкина, если у Валентины Юдашкина что не платье? Там шитье, бисер, прозрачное, непрозрачное, многослойные какие-то истории. Тебе не нравится? Ну, да простит меня Оли Ко, мне не нравится. Короче, знаешь, что вот меня сейчас как специалиста чуть-чуть триггерит, это что это очень тяжеловесно для Ксюши, это платье такое, как будто бы очень тяжелое, из костюмной ткани мужской. Все для нее тяжелое, а она такая статуэтка тонкая, с тонкими ручками, вот такая вот принцесса, нет? И прическа, это мне кажется уже не актуально, знаешь, что это зализано, а вот здесь вот эти сопли, такие стрелочки делают утюжком. Как будто бы что-то не случилось, да? Короче говоря, да, ты прав, это платье из очень тяжелой ткани, оно плотное, это зимнее платье. Она очень тяжелое. Она в мае пошла в зимнем платье, вот что мне не нравится. Если бы она в этом же платье пошла, условно, в ноябре, было бы хорошо. А сейчас это вызывает диссонанс, особенно на фоне всех прозрачных, летящих вот этих вот вещей. Мы сравниваем Катю Гусеву, простите. Да, голенькую. И просто, знаешь, как контрабас в чехле, завернутую у нас Ксению Бородину. Тяжело, тяжело. Я, знаешь, все о чем подумал. Если это не платье, а, например, топ с баской и вот эта юбка, я бы вообще это разделил. Я бы сделал этот топ с баской, с перчатками, возможно, с какими-то узенькими такими брючками со стрелочками, чтобы мы все-таки видели ноги, щиколотки, ножку, красивые туфли. Или тогда эту юбку и стилизовать немножко, как Ира Шейк надела юбку с простой белой футболкой и какими-то там перчатками. Вот что-то такое. Ну вот ты понимаешь, что Ира Шейк не надела крест Шанель, хоть он и Шанель. Тяжело. Ну, честно говоря, блин, Алико, прости, это три. Это три точно. Это в ноябре на Сити, там четыре. В мае это три. Но мы едем дальше. Это Рогов Лайф, обсуждение образов звезд с Машей Миногаровой. Я просто кайфую. Маш, продолжаем. Давай. Я себе уже вырыла не одну сегодня яму. Никуда мне теперь не появиться. Появиться, Маша, не пасться. Ну, давай. Ой-ой-ой. Моя ж ты радость. Так, что тут происходит? Вот это буквальное прочтение моего дресс-кода. Русский арт, значит, возьмем картину и процитируем картину полностью. Сидит там женщина с собачкой на диване, значит, я тоже женщина с собачкой на диване. И лесни дальше, там ее волокут, собственно, мужчины. Это прям, знаешь, это прям оперетта. Ну, это жесть. Ну, это перформанс. Перформанс. Давай мы представим себе, вспомним перформанс Томми Кэша. Так. Когда он лялечка, ребенок. Маш, ну ты ну сравнила. Перформансы Томми Кэша и вот это. Но вот почему у нас вот это выглядит так всрато? Вот почему Томми Кэш с соской во рту или с подушкой, на которой он типа спит, выглядит так круто. А это выглядит так х**ть. Почему? А? Потому что это х**ть. Меня радует, что люди начали думать в сторону того, что мальчик, который черный квадрат, что вот тетя, видишь, которая картинная галерея. Но она абсолютно жутко одета в этот абсолютно гадкий-гадкий корсет с люверсами. В БДСМной какой-то стилистике. То есть я типа принцесса, вот у меня тут такой викторианский этот сам. Ну хорошо, ты решила, что ты принцесса. Я понимаю, что тебе нужен был корсет, потому что на картине рисуют корсет. Ну иди ты на Авито, прости господи. Найди похожий. Найди ты, Вивьен Вест, вот корсет странный, старый. Вот в этом нет фэшена, понимаешь? В этом нет моды. И знаешь, что возможно сработало бы? Если бы они процитировали точь-в-точь. Вот прям точь-в-точь, чтобы было. Корсет такого же цвета, платье такого же цвета. Она сидит так же. Не каждая картина, в общем-то, приносит своему обладателю заветные бенефицы. Но эта картина принесла ей возможность попасть в обзор. Потому что если бы она просто пришла в этом платье, я бы ее не отобрал. Потому что мастерство перформанса, потому что привлекание... Потому что привлечение внимания, да. Но я могу сказать, что одежда, это, конечно, просто ад. Здесь нет моды, Маш, вот и все. Здесь нет вообще даже одежды. Это какая-то из театральной мастерской взято платье. И сверху какой-то из 2012 года, блин, вытащен этот жуткий корсет. Нет, это нет. Представим дальше. Ну что, двойка, тройка, пятерка. Двойка, тройка, пиковая дама. Нет, это ноль. Ты знаешь, кто у нас следующая? Это Катя Адушкина. Вот мне тоже кажется, что это Адушкина. Это Адушкина, да. Что ты думаешь? Я думаю, что... Ой, это она тоже трибьют Карлу Лагерельду. Видимо. Я в каком-то телеграм-канале сейчас попробую быстренько найти. Видел описание этого образа. Кстати, действительно, мне лично не хватило информации про образы звезд, что неоткуда было взять материалы, кто работал над образом и так далее. Ты вот пока распиши, что ты думаешь. Маша, я быстро попробую найти, кто этот автор. Потому что там что-то интересное. Я думаю, что это, кстати, норм. Я думаю, что это норм. Вот. Она молодая, эта длина ей хорошо, потому что она юная, прекрасная. Это не ей джизм. Это реально констатация факта, что ты в каких-то определенных возрастах можешь легко и запросто носить вот такие суперкороткие вещи. У нее туфли с какими-то перышками, красивая прическа, свежий макияж. Она выглядит, ну, как бы, приятно, достойно, прилично. Мне не очень нравится. Знаешь, еще что? Мне нравится, что это похоже на какую-то странную ткань, а это просто черно-белая так нарисована. Она выглядит, знаешь, как будто бы бархат дал рефлекс. Вот для меня это платье, я вот так открыла, мне показалось, что это бархатное платье, которое дало такой отлив, и это было бы красиво. Этот глаз выглядит, как будто это полотенце с пляжа, знаешь, с узором. Вот, то есть мне все нравится, мне кажется лишним вообще этот глаз. А так красиво. Глаз лишневатый, я соглашусь, и я в панике не могу найти этот телеграм-канал. А так все супер. Телеграм-канал позавчерашние новости нашел сразу, а вот этот прям две секундочки прям хочется найти, потому что хотя бы что-то мы расскажем. Господи, как, а, я вспомнил, как он называется, Ира Небесись. Прикольная девочка-хейтерша, кстати, она снимает классные обзоры на всякие телешоу и очень сильно хейтила топ-модель на ТНТ. О, да ты что? Да. И у нее прям были такие конкретные классные претензии. Я подумал, что как прикольно было бы взять хейтера, чтобы он помог создать контент. То есть она совсем с другого угла на все смотрела. А ты хейтера должен взять не для людей, которые контент создают, а хейтера взять в съемочной группе, продюсерам и прочим. Которые, знаешь, там такие просто чудеса. У нас, простите, проект «Подиум», где была Элина Дембикова и Валентин Юдашкин и я. Ну, люди, которые вообще не имеют отношения к моде, снимают модную программу. Это проблема очень многих проектов в нашей стране, что не берут консультанты из этой сферы, которые могут бы рассказать, как вообще-то это все работает. И не слушают. Вообще, ой, все, и так нормально. Читаю, что написала Ира, не бесись. Моя любимейшая легенда Катя Адушкина пришла в платье. Рисунок, на котором выполнен художником Максом Борисовым. И мне кажется, это круто. Мы с ним сейчас, кстати, согласны и с этим мнением тоже. Учитывая, что дресс-код мероприятия был русский арт, Катя реально заморочилась, я впечатлена. Хотя само платье поначалу показалось непонятным, но когда узнаешь детали, то становится очень интересно. На подоле глаз, так как это главная фишка художника. То есть художник, который это нарисовал, он изобразил глаз, который является частью его работ. И знаете, откуда я все это узнала? Пишет, собственно, Ира, не бесись. Из Инсты Адушкина. Никаких вам статей вирусников. Чисто контент для подписчиков. Ну вот это о том, что мы делаем выход, звезда выходит, а потом тишина. Да. Нет ресурсов, которые это подхватывают. И я здесь даже говорю, может быть, про те ресурсы, которые у нас есть. Про РУ-ТВ, про выходы почти никто не написал. Телеграм-каналы либо все это обсирали, либо замолчали. А в целом, ну можно же это как-то интересно разобрать. И у тебя в позавчерашних новостях есть такая миссия. Ты художников поддерживаешь, и рассказываешь, в чем ты, и приглашаешь каких-то интересных персонажей. И хотелось бы, чтобы вот таких проектов становилось больше, и мы реально посмотрели бы внутрь. И вот Катя Адушкина, которую нашла реально современного художника, она единственная, кто ко мне прислушался, потому что это тоже у меня было написано в референсе. Обратитесь к современным художникам, граффитистам, да хоть к покраслам пасу. А покраслам пас мог бы там, не знаю, раскрасить костюм. Ну, условно. Хорошо. Катя Адушкина что получает? Ну, это пять с минусом тоже. Я согласен. Я согласен. Пять с минусом. Да. Продолжаем. Узнаешь ли ты нашу коллегу? Батюшки Иисусе. Это же Машуля. Ой, ну тут тоже все тут есть. Это тоже слишком тяжелое платье. Это зимнее платье на летнем мероприятии. Вот, кстати, как важно все-таки соблюсти эту сезонность. Давай мы двух этих подруг, и они как раз-таки одной волны, одного периода телезвездочки, вот отправим переодеваться в летнее. Отправим переодеваться в летнее, я с тобой согласен. Платье, правда, тяжеловатое, но, возможно, тяжелым это платье делают казаки в клепках, они очень грубые, и сумка здесь это не нужна. Вот если бы там были какие-то элегантные босоножечки на тонкой перепоночке, и мы видели бы все-таки голую ногу, то было бы классно. Но я хочу отметить этот лук, знаешь, за что? Что Маша в очках для зрения. Так. На дорожке. И мне кажется, что это классно. Ну потому что многие считают, что очкариком, я сейчас не пытаюсь никого обидеть, быть плохо, это типа стрёмно. И очки для зрения, это зашквар. Маша в очках для зрения, и они это платье делают чуть легковеснее. Вот заменить аксессуары, оставить очки, я убрал бы сережки, и вообще было бы супер. Ну, в общем, тут у меня вопросов много. То есть и казаки, и очки, и сумка, это четыре вещи из четырех разных комплектов одежды. Поэтому да. Марина недавно, я интервью смотрела, мне было интересно, с большим интересом наблюдала за ней. Ну, видимо, она этот выпуск посмотрит, поэтому ей горячий привет. Давай продолжим. А, оценку не поставили. Ну, ну что я тебе поставлю? Ну, блин, мне нечего поставить. Это оценить отдельно платье, отдельно казаки. Может, казаки бы мне понравились без платья. Сумка, может быть, мне понравилась без платья и казаков. Короче, пропускаем. Пропускаем, пропуск хода, правда, нечего даже обсудить. Двигаемся дальше. Моя ж ты сладкая, моя ты нежная, моя ты славная. Ну, слушайте, во-первых, быть Анной Семенович и одеться, будучи с фигурой Анной Семенович, это невозможно. Не просто, это факт. Ну, хорошо, как ты бы ее нарядил, чтобы она стала гармоничная, ровная и понятная? У меня очень большие вопросы к стилистам Анны и вообще, есть ли они стилисты Анны. Пожалуйста, откликнитесь, давайте пообщаемся. И знаете ли вы о том, что такое, в принципе, пропорции и акценты? Вот, например, Анна Семенович, обладательница очень пышной груди. И я прекрасно понимаю, что это ее фишка, и она на ней всегда делает акцент. Но в этом случае мы получили вот тот самый перевернутый, некомплементарный треугольник. Она всегда, ее никак не убрать. Вот, то есть пышная грудь, здесь у нас акцентные лацканы на жакете, у нас открыты ноги, это вот так. Что здесь нужно сделать? Дать акцент вниз, но она не хочет закрывать, видимо, свои ноги. Понимаешь, в чем вопрос? Эта фишка, знаешь, какая нет. Показать, что грудь никуда не денется, как ты ее здесь не наряди. Она в любом случае вот тут. Поэтому они решили, я думаю, со стилистами, показать, что там-то худые ножки. Вот. И значит, что она худенькая. Из-за этого у нас и получилось вот так. Ну хорошо, закрываем ножки, получается совсем. Ну вот так надо сделать. Там не сделано. Там грудь настолько большая, что у нее в районе вот здесь она. Я бы знаю, я знаю. Я испытываю сожаление. Подожди, я знаю. Я бы на Анну Семенович надел платье с Линой Дембиковой. Мы бы видели ключицы, мы бы видели, что там пышная грудь, потому что декольте там имеется. Мы бы убрали колготки, оставили бы одну красиво ногу, и она была бы вот в этой там туче из черной ткани. Вот что я сделала. Ну, можно попробовать. Ну, в общем, Анечку мы любим. Ну, мы ничего к ней не испытываем на самом деле. Ну, как бы ни плохого, ни хорошего. Я не знаю, Анечку. Анют. Давай знакомиться. Да, не надо. Ну, хотя, знаешь, я не продаюсь, но за деньги, да. Ой, я не могу. Давай оценку и поехали дальше. Ну, давай ей поставим тройку и пошли. Не думаем. Так, красиво, молодец. Ну, смотрите, тройка – это уже не пропуск, между прочим. Ну, нет, ну, допустим, это даже и не тройка. Допустим, это двойка. Ну, это хреновый наряд, но он хреновый только в силу того, что она не может одеться по-другому. Я уверена, что это была мука. И это тот случай, когда фотограф не виноват. Тут ничего не заблестело, да. Васио, что ли? Это Васио, и я хочу его обсудить, потому что, во-первых, я брал у него интервью на дорожке, и он мне показался очень прикольным парнем. И в нем есть какое-то, знаешь, что? Вот какая-то такая мерзкая червоточинка, которая может сделать его звездой. То есть в нем есть что-то, что цепляет, какой-то х-фактор. Он был такой, знаешь, немножко… И-и-и-и-и-и-и-и. Короче, он какой-то прикольный. Это костюм Мастер Сьют, и сорочку я сам сделал. Я купил рубашку Том Форд и поменял на ней манжеты. Вау! Потому что я хотел, чтобы тут были запонки. Но я не успел, если честно, получить те, которые я хотел. Мне очень нравится колорбар, ну или барбер, как это называется, короче, штанга. Я просто тоже много видел ее на ком, кто носит костюмы. Там на Том Форде, на Томи Шелби из Острых Козырьков. Да-да-да. Ну и я прям всегда замечал эту деталь и думал, блин, как это круто, типа, мне это нравится. Я удивлена, что он там. Васю нормальный, современный, классный чел, в отличие от всего Нафталинового. А ты знали, что твой нормальный чел записал дуэт с Биланом, например? Ну, этого не знаю. Я знаю его песню «Твоя пи***а». «Твоя пи***а». Правда? «Твоя пи***а». «Моя пи***а». Вау! Короче, я правильно почувствовал Васю, окей. И поэтому я не совершенно не... Он круто выглядит, круче, чем все артисты. Я поняла, мы только что посмотрели с тобой фестиваль Нафталина. И всех, кого мы видели, нельзя даже и близко поставить в современную реальность. Современно выглядел чел, которого дряжал Кривда, «Черный квадрат». Современно выглядит Васю. А остальные, кто еще был красиво современно одет? Ну, современно я не скажу. Пару красивых образов мы с тобой отметили, кому пятерка с минусом поставили. Но это были красивые платья Юдашкина. Короче говоря, я удивлена, что Вася записал дуэт с моим любимым другом Биланом, которого я тоже люблю. Просто мне кажется, они мэтчатся эти форматы. Но, и что он делал на премии РУТВ, я тоже не... Как будто бы хочет на более широкую аудиторию выходить. Что тут скажешь? Ну, видишь, какие у нас разные отношения к выходу. Короче, в нем точно что-то есть. Да. Он такой гипнотически странный. Мне очень понравился выбор наряда. Это Тимати Шалабе немножко. Да. Вот эта завлекалочка, которую он себе оставил. И мне понравилось, когда он описывал свой образ, он сказал, что он делал сам. Он сделал сам какую-то вот эту держалку для галстука. И видно, что он прошаренный, ему нравится мода. Он прям прикольный. Вот я прям чувствую, что если Васю в правильном направлении сейчас будет двигаться, у него может получиться что-то большее, чем моя пи*** твоя пи***. Да ты бы видел этот клип. У него там башка, как у Денниса Родмана, в леопардовый цвет раскрашена. Он в модной одежде, он красиво выглядит клип. Голые бабы сверкают абсолютно без трусов, без ничего. Поэтому я удивлена видеть его на премии РУ-ТВ. Потому что, ну, давайте так, поделим сферы влияния. Есть модные вещи, а есть не очень. Нет, так никто с этим не спорит. А как ты думаешь, есть ли шанс у премии РУ-ТВ и, например, у РУ-ТВ стать более модными? А у них нет такой задачи, нет таких гостей, понимаешь? То есть на одном Васе у модной премии не станет. Но ты же не пошла. Давай так, ты бы пришла, если бы, например, гест-лист был бы следующим. Ну, например, Оля Карпуть, кто там у нас, Челенгарова. Так а что бы они делали на премии РУ-ТВ? Это разные работы. Мне очень понравилась твоя фраза, у них нет такой задачи. И, наверное, вот эта фраза максимально четко описывает твое мнение, что задачи нет, задачи не стояло, поэтому мы видим то, что мы видим. Ну и обсуждаем. Ну да. Ну что, зато классное время проводим. Васю получает у нас... Пять, это первая моя пятерка. Но у него немножко не... Я не знаю, мне бы хотелось чуть более узкий галстук, наверное, еще. Потому что тогда бы это был... Селедочный такой, да, прям вот так? Галстук поуже и готово. Ну я согласен, что Васю получает пятерку сейчас, несмотря на то, что дресс-коду как будто бы не соответствует. Но в этом случае оно как бы и не требуется. И вот в этом что-то есть. Да. Как ты думаешь, следующий персонаж? Честно говоря, для меня вот это и есть премия РУТ-ТВ. То есть вот открываешь эту фотографию, видишь эту женщину, и ты понимаешь, о, да, русская музыкальная национальная премия. Ну да. Ты расстроился, не расстраивайся. Нет, я просто помню ее. Она так счастлива была, что она находилась на премии. Так она на своем месте, она лицо премии. Да, она ходила с этим шлейфом, и она прям вот кайфовала. Вот этот человек кайфанул. Это ужасно выглядит, конечно. Это вообще несовременно. А это кто, это Наргиз? Нет? Что? Нет. Я не знаю, кто это. Я просто не знаю, кто это. Это тот человек, который просто кайфанул по полной, Маш. Ну, тогда, понимаешь, вот опять же, смотри, какая разность подходов. Вот у нас Васю кайфанул по полной, и вот это замечательная мисс. Я не... Простите мне, ну реально, знаешь, это гнида в студии. Простите мне мою такую категоричность и такую... Ох, я уже вижу в комментариях, мне пишут, что я в своих сапогах. Маш, знала бы ты, как все боятся этого обзора. Да. Ну, кстати, никто не знает, что я его пишу с тобой. Все знают, что я записываю обзор. И многие звезды на дорожке даже не шли ко мне в мою зону. У меня была отдельная зона Рога Фру ТВ, где я брал интервью. Многие просто мимо прошли. Ну, Саш, ну... Чего бояться? Вон, классно, наделась, шлейф прицепила, кайфует. Супер. Ну, она действительно кайфует, и она действительно вообще на следующий год... Я бы на баннерах печатала ее. Приходите, да. Да-да-да, приходите в мой дом, в мои двери открыты. Ну, давай так, мы даже не будем разбирать на детали. Тут есть все, уважаемая, дорогая. Ну, да, ну, да. Поедем дальше? Поедем дальше. О! Вопросик. Да. Масштабнейший тренд международный – голые платья. Мы сейчас видим голое платье. Как нам голое платье на звездной дорожке РУ-ТВ? Я без понятия, кто это, но это хорошо. Это хорошо. Это красиво, про пропорции. У нее красивая фигура, у нее красивые туфли. У нее красивое белье, потому что она не стала надевать вот эту вот спандекс или что-то еще. Трусики в ретро-стиле. Не надо, да. Супер, мне нравится. А кто это? Если вы знаете, кто это, пожалуйста, напишите нам в комментариях. Мы с Машей не в теме. Давайте общаться, обсуждать. Подписывайтесь на наши социальные сети. Давайте дружить. Ну, даже если вам не нравится, что мы говорим, говорим, что думаем. Мне кажется, что это суперсекси. Это очень красиво. Меня чуть-чуть смущает. Знаешь, какой момент, что платье сложновато здесь в районе груди и не было бы лучше, если бы оно было чуть проще. А тогда бы сиськи было видно, ой, извините. Тогда бы было видно грудь и тогда бы мы говорили про то, что она голая. И что ж ты голая пришла? Но это прям международный уровень, я считаю. Красиво очень. Очень молодец. Вопросов не имею. Красивое тело, красивые ноги, красиво убранные мокрые волосы назад. Вот мы с Карцем хвалили недавно голое платье от Сарнина, который уже из Демельмейстер отправился обратно в свой бренд. Очень было красиво. И для меня это примерно тот же уровень. Чуть сложноват верх. Возможно, правда, потому что нужно было закрыть все-таки грудь. Но это прям современно. Какие хорошие трусы выбрали. Молодцы. Вот это прям вообще супер топ. Круто. Классная девчонка. Мы не понимаем, кто вы. Понятия не имеем. Но будем очень рады за вашу карьеру. Да. Пятерка? Да, да. Сразу. Маша, у нас тогда в лидерах пока Васю и девушка без имени. И мы довольны собой. Прям топ. Но это Оречкин. Да. Ну, слушай, давай так. Давай на чистоту. Давай на чистоту. Туфли хороши. Ты знаешь, что мне кажется? Что здесь все хорошо, кроме того, что это на Асте. Мне нравится это платье от Ульяны Сергеенко. И мне нравятся эти Марк Джейкобсы на платформе. И обвес на шее. Блин, ну это не Асте. Знаешь почему? Потому что для этого нужно больше гранжевости в самом луке, в самом виде. А Асте, она фифа. Асте фифа. Но наряд, да, я теперь понимаю. Это кэндл. Это какая-нибудь такая. Но как бы это просто не Асте. Это вопрос типажности. Вот это не ее типаж. Это ее упростило. Хотя должно было выглядеть пикантно. Но Асте, мне кажется, она все равно вот эта вот мюглеровская в латексном вот этом облипе, обтяге. Что уж там скрывать, мы понимаем, откуда у нас берется референс и копипаст. Да. Но я имею в виду не одежду, которую делает Коля, а я имею в виду образ самой певицы Асти. Конечно, конечно. Куда, на что она ориентируется и на что она работает. Ну, как бы давай так. Асте одета дорого. Дорого. Вот она, в отличие от всех, не из магазина Кикирики. Не из Кикирики 100%. Тут шикарная обувь, тут платье Ульяны Сергеенко, тут соблюден дресс-код, потому что требовались русские мотивы. Есть. Что тоже хорошо. Есть, есть. И, кстати, это я оценил, что Асте вышла за пределы своего мюглеризма и пришла вообще в несвойственном для нее луке. Но, блин, она его не чувствует. Это не совсем ее программа, да. Но, короче, да, я могу сказать действительно, что это очень хорошая одежда, которая не сработала на артистке. Но она выглядит не ужасно, она не выглядит... Не ужасно. У нее нет балаклавы, она не в косе. Короче, мне нравится, как собран лук, сочетание несочетаемого обилия украшений. Это, правда, не Кикирики, это здорово. Смотрите, у нас с вами было кэшью, теперь у нас есть Кикирики. Подключайтесь, делайте мемасики, будем с Машей делать репосты. Это просто не про Асте. Оценку, Маш. Слушай, я поставлю этому четверку, потому что вещи богатые, но смотрятся они не так богато, как хотелось бы. Хорошо, поддерживаю. Так, едем дальше. Люся Чеботина. Это Люся Чеботина вот так выглядит. Ну, что сказать. Все мои подписчики написали у меня в Телеграме, что это Аллегрова. Одета Люся в бренд Расковаловой. Это Яна Расковалова, украшение от Расковаловой. Она и похожа на Яну Расковалову. И мы это с ней обсудили в интервью. Я говорю, Люся, что с тобой не то? Мы недавно подружились на съемках клипа с Филиппом Бедросовичем. И как-то у нас сложился так коннект. Я влюбилась просто безумно в то, что она делает. Мне безумно понравилась ее концепция, что она продолжает свои ювелирные изделия своими нарядами. И вот сегодня я решила, что на премию РТВ я точно должна быть в ее платье. Мне кажется, вы с Яной даже чем-то похожи цепажом. Ты знаешь, я очень долго мечтала отстричь челку. И так забавно, что когда я ее отстригла, она говорит, ты теперь просто маленькая копия меня. Я говорю, я честно, я клянусь, я до знакомства с тобой хотела сделать челку. Вот наконец-то я решилась. И теперь вот я, можно сказать, Яна номер два. Челка настоящая? Да, конечно. Можешь посмотреть, потрогать. Челка настоящая. Это что, официальный двойник Яны Расковаловой в России? Ну, слушай, мне нравится на самом деле, как это выглядит. Это прикольная прическа. К тому же сейчас у нас вот эти все секси девяностые. Уже мы дошли до секси нулевые, секси Памела Андерсон, секси все. Да, да, кстати, 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 кстати. И это у нее лицо, у нее внешность не пошлая. И наоборот, она выглядит с этим так, ну, прикольно. Кого-то могла бы убить, была бы тетя Лада, продавщика. Какой-то прикольный, неоднозначный лук. И в жизни, кстати, это выглядело еще симпатичнее, чем на фото. И я хочу отметить работу стилистов Люси. Почему? Потому что вот в этом случае на ней очень высокая платформа. И поэтому юбка ей по росту подходит. Там вот такие были платформы. Она говорит, я еле стою, но я в них, чтобы юбка была идеальной длины. Правильно. Вот. Но я могу сказать, что меня этот лук очень даже радует. Потому что мне нравится ее. Понятно, Яна Расковалова вот это вот уже на шее. Все ок. Мне тоже норм. Подходит ли ей это как артистке, я не знаю. Но если мы сейчас не будем думать про ее репертуар. Ну, как бы красивый корсет, красивая юбка, платформа, рост вытянули. И даже ржачно, что у нее вот эта вот челка на брашинг сделанная, как Аллегрова. И тоже, смотри, она не хотела быть мемом, стала мемом. Потому что все обсуждают, что она похожа на Аллегрову. Да и бог с ним. Мне нравится. Красиво она выглядит. Стильно это выглядит. Я бы сама так хотела одеться, честно говоря. Не одеться, а застилизоваться. Хотела бы такую прическу с чем-то таким, чтобы иметь вот такой вайп. Что ставим? Слушай, ну я поставлю ей пятерку. Молодец. Все. Она девчонка молодая. Ну, для солнца Монако исполнительницы, ну, наверное, хорошо. Просто, понимаешь, ей еще пару лет, опять и джизм. И вот такой вот вид уже будет, знаешь... Так что пусть сейчас играется. Сейчас круто, да. Потому что при таком юном этом можно себе... Ну, кстати, тоже классная тема, что все вот эти нулевые, вот этот white ok, круто смотрятся на тех, кто в тот период не жил. Они по-другому это олицетворяют. Потому что если я сейчас оденусь так, как я одевался в период white ok, ну, будет, как бы, знаете, трэш. А я тоже. О, люстра. Клава Кока одета в Юдашкина. И знаешь, что интересно, что Клава сделала маникюр. Там у нее были вот такие длинные ногти с таким же рисунком, как на платье. Смотрелось это красиво. В общем, это платье от Валентины Юдашкина. Решила прийти в дресс-коде, решила уважить память. Это платье, которое вдохновлено российским художником Аковским. Черное. Это расшито все шикарно, вручную, камнями. И когда только его померила, у меня просто я покрылась мурашками. И когда я поняла, что могу в нем выйти и показать, мне показалось, что это будет здесь очень уместно. И для меня Валентин Юдашкин, конечно, тоже большой человек. К сожалению, мы не были с ним знакомы, но хотелось бы как-то тоже отдать дань уважения. Я хочу отметить детали. Вы их не видите. Здесь у нас не только платье. Можно я ногти посмотрю? То есть ногти — это продолжение платья. Это нейл-дизайн. И классно, что звезды думают про такие нюансы и такие детали. Но что меня смущает, это неподходящая совершенно прическа голова к этому платью. Ну скажите спасибо в очередной раз фотографу. Поставь ее рядом на баннере на розовый цвет. У человека будут волосы. Ну давайте для честности мы все-таки покажем другие фото Клавы Коки здесь на общем плане. Я думаю, вы посмотрите на фотографии, где выглядит она комплементарнее, чем на этом снимке. В общем, для меня это просто милые пушистые волосы с очень драматичным платьем. И здесь хотелось бы либо мокрого зализа, а возможно вообще черного парика. Клава Кока может себе такое позволить, она тоже мем. Ты скажи мне, дорогой друг, это платье вообще подходит, как тебе кажется, по мероприятию, по времени суток? Это вообще не отсюда. Зная, как обычно выходит Клава Кока, она в принципе может и потрошить, и как-то особенным образом подготовиться к выходу. Как будто бы может быть. Плюс здесь есть вот это дань уважения опять-таки Валентину Юдашкину. Я просто не знаю, почему взяли в архиве именно это платье, а не какое-то другое. Вот тут платье не подходит. Оно могло быть золотым или каким-то более светлым. Не лучший выход Клавы, в частности, вот для меня лично, я не думаю про то, про что думаешь сейчас ты, именно прическа. То есть мне не нравится, что образ не завершенный, потому что ее как будто бы просто посушили феном, и волосы на брашинг выпрямили, все. Ну хотя бы, ну блин, это правда выглядит, как будто бы она с другого мероприятия сюда вставлена. Это слишком, это слишком, во-первых, этот розовый жизнерадостный веселый цвет, он губит очень много. То есть это получается у нас какая-то вечерка, но это блэк тай, правильно, у нас? Да. Ну какой же это блэк тай, если там у нас розовое мороженое сзади? Да, да. То этому не надо. Ну как бы, в общем, вот смотри, Чеботина, как лаконично выглядит, потому что ее платье выглядит современным и более расслабленным. Юдашкин это прям кутюр, она в этом платье здесь не к месту. Ну да, согласен. Жалко. Хотя Кока очень классно, мне очень нравится Клава. Клава, ты просто one love, обожаю. Но что-то тут не пошло. Не пошло, не пошло. Ну платье красивое. Давай четыре с минусом. Давай, давай, давай. Четыре с минусом. О, подруженька. Маша, я тебе скажу кое-что. Единственный раз до этого мероприятия я самбурскую видел, по-моему, у тебя на дне рождения. Это была бытовая встреча, ну как бы Настасья, я, все потусили, разбежались. И тут вдруг заходит она на дорожку. Я просто... Какая она красивая. Да. Она просто... Вот это идет человек, его как будто бы отфотошопили. Вот такое обворожительное, тебя еще не видел никогда. Что происходит? Что за наряд? Я когда-то ездила на... Вела передачу, тревел такой проект был небольшой. И там была девочка у нас в команде, а как раз когда мы были в Екатеринбурге, она мне сказала, что там есть дизайнер, очень классный, который хочет со мной поработать, что-то для меня сделать. И тут я что-то, значит, увидела у нее, говорю, вот, вот такое хочу. Она мне сшила. Я в нем сходила на ММКФ. Я попросила сделать вот для РУ-ТВ еще одно платье, и вот она сделала вот это. Честно, я сама в шоке, потому что мы немножечко на другое договаривались, а она просто самостоятельно сделала. Я так не хожу. Честно, ты видишь, что там? Ну, там как бы... У нее просто идеальные руки, у нее идеальные ключицы, у нее этот рост, и вот эти скулы, и вот это лицо, и вот эти глаза. И я просто смотрю на нее, я говорю, я просто... Я в шоке просто от ее внешности. Человек не ест вообще сахар, вообще не пьет алкоголь. У нее там безглютеновая, без какая, она, я не знаю, чем питается, каким святым духом. Просто. Ну, занимается спортами, всеми на свете упражнениями. Ну, она сама себя сделала. За последние несколько лет просто превратила в идеального человека. Просто. Я офигел. Ну, что, роза прикольная, прическу забавную сделали, перчатки классные. Мне нравится, это не вау, но классно. Согласна. Она выглядит как красавица, она выглядит не как модница, но как красавица. Подгуз бесит, но мы его, так как у нас тут много чего по блату, мы это прощаем. Очень хороший, очень приятный декор. Не, красавица, она, конечно, замечательная. Ну, вот опять же, берем три платья, ставим в ряд Чиботина, Клава, Анастасия. У Чиботиной лук выглядит более современным, наиболее легким и наиболее каким-то, ну, он не выглядит вымученно, тяжело. У Коки слишком кутюрный. У Анастасии, ну, он тоже, ну, у Анастасии, потому что, потому что вот это вот шпется гипюр. Ну, она такая красивая. Она очень красивая. Я просто. Это правда? Это невероятно. Ты готов, чтобы мы с тобой пошли на такие же меры? Нет. И перестали? Это невозможно. Я не знаю. Она вообще, я не понимаю, как ты так вот, какая выдержка, какая сила воли там. Она даже недавно писала, что она там какую-то аскезу в очередной раз приняла от сахара. О, боже. То есть она не ест вообще нигде. Маш, ну, как не съесть кусочек сахара? Да как не выпить ступочку водочки? Понимаешь? Ну, вот как? Если вы знаете ответы на эти вопросы, просто пишите в комментариях. Я, кстати, почему ты это сказал? Я не пью водку. С эмбурской мы ставим. Ну, по блату пить. Давай, по блату пять. Ну, с минусом за гипюр. Ну, и за подгуз. И с плюсом за аскезу. Обсуждаем Тосю Чайкину. Ну, да. Ну, да. Ну, что? Ну, она, вот она альтернативщица. И эта альтернативщица, вообще-то, Маша, сделала то, что не сделал больше никто. Это пальто Славы Зайцева. О, какая молодец. Расскажи, пожалуйста, в чем ты? Потому что я знаю, что это, и все зрители должны тоже узнать. Это пальто от Вячеслава Зайцева. А можно тебя попросить покрутиться? Мы посмотрим. Это пальто Шинель. Очень красивое. Я тебе... 92-й год. Я тебе сделаю комплимент. Хотя я здесь обычно никому ничего не говорю. Мне очень нравится, как ты и твоя команда обыграли это пальто. Оно помпезное, заметьте. Но мы здесь видим грубые боты, современную футболку, короткое платье. Это то, чего не хватает, мне кажется, сейчас наследию Вячеслава Зайцева. Я надеюсь, что появятся не только Тоси Чайкина, но и другие молодые исполнители, которые будут обращать внимание на творение Зайцева. Это что-то очень крутое. И им не давали вещи в шоуруме, и она нашла это пальто на Авито за 10 тысяч рублей. Пришла в нем. И мне кажется, стайлинг для нее классный. Драная юбка, вот эта футболка, пальто скинутое, грубые боты, высокие носки. Еще один пример современного образа. Она в своем, да, вот она себе не соврала, и нам не соврала. А те люди, которые одеты в вечерние платья неуместно, вот я считаю, Клава Кокот сама себе соврала. То есть они как бы, она одета всегда очень молодежно, и как бы это ей к лицу. Ты так вообще классно сейчас разложила. Ты очень хорошо разложила. Но вот прямо сейчас абсолютно понятно, почему одним мы говорим, вау, супер, пять, а другим мы говорим, ну, как бы тройка с натяжкой, хотя, казалось бы, это два одинаковых черных платья. Да. Реально, я с тобой согласен. Вот мне так кажется, потому что Тося Чайкина, ну, действительно, это полностью в ее айдентике, это вот ее стиль, и, собственно, это и хорошо. Вот мы не можем сказать ничего про Бьянку. Не можем. Не можем, а про Тосью можем. Хотя люди скажут, почему она не расчесалась, почему она... Час, я тебя умоляю, конечно. Почему она не надела платье. Ну, потому что это и есть ее, как бы, ДНК, собственно, бренда. Да, мне нравится. И я рад, что РУ-ТВ отметили Тосью, что она на дорожке. Это как будто такой реверанс все-таки к молодежи модной, и даже премию ей вручили. Да ты что? Да, так что она как бы не осталась незамеченной. Давай пятерку. Ну, нас с тобой порвут, люди не поймут. Ну и что? Ну, давай. Нет, пятерка за то, что сохранила свою индивидуальность. Нет, давай так, она сохранила свою индивидуальность и уважила организаторов премии. То есть вот здесь есть Perfect Match. Она осталась с собой, подумала над тем, что за запрос есть у организаторов, уважила его, и при этом она не обманула себя и не надела вот это некое платье в пол. Согол. Маша, это было великолепно. Да, ты что? Это было просто супер. Я надеюсь, что вам, дорогие мои зрители, Маша на моем канале понравилась. Пожалуйста, пишите на самом деле все, что вы думаете. Можете даже писать гадости. Но я очень надеюсь, что вы оценили то, что мы, как мне кажется, на личности особо не переходили. Пару раз поеджили, но вроде бы как бы тоже аккуратненько. Я не знаю, честно говоря, я впервые в таком формате, я отпустила своих демонов. Великолепно было. Ну, простите, да, в общем-то я не... Я знаю, где я перешла на личность. На личность премии РУ-ТВ. Ну, потому что, да, давайте закроем этот шкаф с нафталином, прогоним моль и дадим дорогу классным, модным, свежим луком. Как тебе этот новый опыт? Очень интересно. Понравилось? Очень страшно. Пишите, шлите комментарии. Все, это была Маша Леногарова, Александр Рогов. Это Рогов Лайф. До встречи на связи. Всем прекрасного лета. Пока. Маша, это было супер. Дай тебе обниму. Спасибо тебе большое. Это просто вообще... Ой, боже, да, ну что ж. Вот и мы на дорожке с тобой. Чего они напялили? Это что, совсем больная? Чего у нее с ногами? Почему она в этой дешманской дерьме из фотошопа, из этого, из сэкшопа? Пойдем, Маша. Да, ой. На... Ха-ха-ха-ха.